Если вы хотите увидеть всю американскую внешнюю политику в разрезе и за один прием, вам нужно обратить свое внимание на операцию в заливе свиней. Это та самая операция, когда американцы пытались силовым способом поменять власть на Кубе в апреле 1961 года. Вот на нее посмотришь и про Пентагон, ЦРУ, Белый дом, все становится предельно ясно. Это настоящая энциклопедия и сегодня будет эпичное видео, сам я именно так к нему и отношусь. Мы с вами разберем в деталях, что штаты делали и почему, когда власть на Кубе внезапно стала для них неугодной. Именно в этот период штаты заложили основы своей внешней политики и все, что мы будем с вами обсуждать, вы сейчас наблюдаете на границе, в том числе и Российской Федерации. Удобно разбирать операцию в заливе свиней, в том числе и потому, что времени прошло много, все операции давно рассекречены, все виноватые давно умерли, и у нас очень много документов, свидетельств и всего остального, что нам поможет в этом разобраться. Ведь происходило там такое, что хоть стой, хоть падай. С вами Алексей Антонов, вы находитесь у меня на канале, и сегодня в рубрике «Читаем вместе википедию с выражением» «Операция в заливе свиней». Поехали! Поехали! Вы думали про Википедию это шутка? Нет. Все началось с Кубинской революции, когда Фидель Кастро пришел к власти, ликвидировал американскую капиталистическую хунту и провозгласил Кубу социалистическим государством. Началось все как вооруженное восстание, партизанская война, движение 26 июля, Кастро и его союзники против военной диктатуры кубинского президента Фульхенсио Батисты. Как это описывается на сайте ЦРУ, на протяжении почти 50 лет Куба была игровой площадкой и сельскохозяйственным центром Америки. Многие богатые американцы жили на Кубе и основали там процветающие предприятия, как и во всей Латинской Америке. Фактически, значительная часть сахарных плантаций Кубы принадлежала североамериканцам. Батиста вполне устраивал американцев как кубинский лидер, потому что не мешал им заниматься тем, чем американцы занимались по всей Латинской Америке. Делали правильный бизнес, устанавливали правильных людей и решали свои вопросы. В конце 30-х годов Батиста установил прочные связи с американской мафией. Политических врагов Батисты, как правило, ожидала печальная участь. Например, один из них, из числа самых непримиримых, Антонио Гитерас, основатель студенческой организации «Молодая Куба», был застрелен. Многие другие оппоненты диктатора попросту пропадали без вести. Как только кубинская революция 1 января 1950 года все-таки произошла, США начали рассматривать возможности свержения революционного правительства. Типа, какого хрена? Мы тут занимались делами, а какие-то социалистические революционеры пришли и начали все делать по-своему. Это плохо, это надо прекратить. Поначалу американцы пытались как-то договориться с Фиделем, но Кастро все больше и больше дрейфовал в сторону Советского Союза. 14 января 1960 года на заседании Совета национальной безопасности США заместитель госсекретаря США по межамериканским делам Рой Руботом так описал развитие отношений с Кубой. Первое время, январь-март 1959 года, это было что-то вроде медового месяца. То есть никто никому ничего не хотел плохого, как-то пытались общаться, договариваться, но к апрелю отношения резко ухудшились. Уже в июне было решено, что США не могут достичь своих целей, пока Кастро остается у власти. И в июле-августе началась разработка программы замены Кастро. Нам почему это важно и интересно? Потому что с тех самых пор ничего не поменялось. И если мы видим сейчас рассекреченные документы ЦРУ того времени, где они прямо говорят о том, что с такой властью, как в этой стране, Америка не может достигнуть своих интересов, и поэтому нам надо заменить власть. Вот ни хренашеньки не поменялось с тех пор. И если мы сейчас не наблюдаем рассекреченных документов, то значит это время еще не пришло. Но поверьте мне, все примерно как обстояло, так оно и обстоит. И еще интересный момент. То, чем американцы занимались у своих границ в 1960 году, они с тех пор занимаются по всему миру. В тысячах километров от Соединенных Штатов, если что-то происходит не так, как хотят американцы, и у них есть возможности поменять власть, если у них есть там интерес, они будут этим заниматься. Чтобы США достигли своих целей, к власти приводят Зеленского, Херенского, кого угодно. Главное, чтобы цели США были достигнуты. Однако некоторые американские компании все еще надеялись на успех их переговоров с Кастро, поэтому выполнение программы было отложено. Идея программы поначалу состояла в поддержке кубинской оппозиции, при этом планировалось, что со стороны падение Кастро будет казаться результатом его собственных ошибок. В эту программу входили в том числе морские рейды, набеги с территории США, например, чтобы сжигать сахарный тростник. Экономические цели на острове бомбили некие неопознанные самолеты якобы кубинских беженцев. Что это за беженцы такие? Когда Кастро пришел к власти, кубинцы, которые были с ним не согласны, имели связи с Соединенными Штатами, работали на Батисту, они всей стороны позбегали. В Соединенные Штаты и на разные соседние острова. Когда спустя некоторое время Фидель вытеснил и свою собственную левую оппозицию, она тоже из страны благополучно свалила, и вот эти вот все люди и составляли костяк кубинских беженцев, которых Соединенные Штаты после этого использовали в качестве актива. Этим беженцам Штаты давали самолеты, обучали пилотов, давали бомбы, давали аэродромы для того, чтобы они летали и вот так вот контрреволюционно бомбили плантации Кастро, промышленные объекты, военные и всякие разные другие. Типа какие-то независимые революционеры, у которых откуда ни возьмись есть собственная наступательная авиация. Это делается для того, чтобы, во-первых, привлечь внимание посольства США к возрастающей нелюбви кубинцев по отношению к США же. Это очень тонкий интересный момент, потому что идею того, что нужно вторгнуться в другую страну и поменять там силовым путем власть, ее нужно пролоббировать, в том числе и внутри самих США. Поэтому надо было убедить определенную часть элиты Соединенных Штатов в том, что кубинцы США сильно ненавидят и с ними вообще никак нельзя будет договориться. Что для этого делает ЦРУ? Правильно, берет часть кубинцев и начинает злить других кубинцев, например, с помощью авианалетов. И это дало свои плоды. Именно в рамках этой программы директор центральной разведки Алан Даллас попросил о встрече с президентом в начале января 1960 года, потому что нелюбовь кубинцев по отношению к США по какой-то причине все росла и росла. Это очень важный момент, потому что на этом примере мы видим, как ЦРУ манипулировала решительно всеми. ЦРУ-то, конечно же, лучше известно, в чем состоят национальные интересы Соединенных Штатов Америки. Поэтому надо убедить президента в том, что кубинская проблема никуда не денется и с ней надо что-то делать. И чтобы развязать конфликт, надо немножко в этот костер подлить бензина. Характерный момент номер два. Глава ЦРУ это Алан Даллас, а его брат Джон Даллас это глава Госдепа США вплоть до 1959 года. Это было чуть раньше, но можно предположить, как два брата могут взаимодействовать в рамках управления внешней политикой одного и того же государства. Один возглавляет Госдеп, то есть по нашему Министерству иностранных дел, другой возглавляет ЦРУ. Наверное, они совершенно не общались. В начале января 1960 года директор ЦРУ Алан Даллас представил президенту Эзенхауру программу саботажа сахарных заводов Кубы. Взрывать предприятия неугодного тебе режима прямо на их территории, что может быть в этом плохого? Эзенхауру согласился с тем, что настало время активных действий, но предложил разработать более амбициозные и агрессивные действия против Кастро. На уже упомянутом заседании Совета национальной безопасности США 14 января 1960 года помощник госсекретаря США по политическим вопросам Ливингстон Мерчант сообщил, что Госдеп работает с ЦРУ над кубинскими проблемами с целью ускорить развитие оппозиции на Кубе, что привело бы к власти новое правительство, благосклонное к американским интересам. Вот так вот они эту идею и продали. Сначала Госдепу, а потом и президенту США. Мол, на Кубе надо что-то делать. Благосклонное к американским интересам. Как мне это нравится. Что характерно, все это было при Эзенхауру, который буквально год назад сказал, мы верим в принцип того, что правительство только тогда является правильным, когда оно установлено с согласием управляемых. При этом не то, чтобы Соединенные Штаты только с приходом к власти Фиделя Кастро начали интересоваться внутренними делами Кубы. Внутренними делами Кубы агенты ЦРУ интересовались давно и очень сильно плотно. В США рассекречены документы, которые показывают, как агенту ЦРУ Россу Лестеру Козье удалось установить связь с Фиделем Кастро и его правой рукой Эрнесто Че Геварой во время его тайного пребывания на Кубе в 1950-х годах. Сначала агент работал в окружении студентов, потому что, как мы помним, Фидель Кастро создал революцию студенческого движения, а когда Батиста закрыл главный Гаванский университет, ЦРУ предоставило Кразье новое прикрытие в качестве представителя вымышленной американской фирмы по экономическому анализу и института общественных исследований. И он продолжал собирать информацию с помощью этой должности и в качестве независимого журналиста. Основа основ классика института общественных исследований, независимые журналисты и так далее и тому подобное. 17 марта 1960 года Эйзенхауэр утвердил решение об операции против Кубы и свержении правительства страны. Вот такая демократия, ребята. То есть, американский президент, прямо как сейчас, а я уверен, что сейчас ничего не поменялось, принимает решение о том, свергать ли правительство другой страны или не свергать. Вот такие вот демократические ценности, ребята. План на этот момент предусматривал четыре направления и назывался «Программа тайных действий против режима Кастро». Первое. Создание единой кубинской оппозиции. Второе. Развертывание радиостанций для серого вещания на Кубу на коротких и длинных волнах. Третье. Продолжение создания на Кубе разведывательной и подрывной сети. Очевидно, какая-то сеть уже была. Четвертое. Продолжение подготовки к созданию военизированной силы вне Кубы. То есть, для того, чтобы свергнуть власть в стране, используется подрывная сеть, оппозиционеры, незаконное вещание, создание подрывных ячеек, стимулирование оппозиции. Но если этого мало, то нужно создать военизированную силу вне государства, чтобы силовым путем прийти туда и побороться за власть. Классика. Цель изложенной здесь программы я вам читаю прямо с сайта Государственного департамента США. Добиться замены режима Кастро на более преданный истинным интересам кубинского народа и более приемлемый для США, но только таким образом, чтобы избежать любой видимости вмешательства самих Соединенных Штатов. По сути, на этой стадии предполагалось сочетание партизанских действий и психологической войны. ЦРУ немедленно занялась подготовкой 300 партизан сначала в США и в зоне Панамского канала, а затем в Гватемале. Подготовка проходила в полной секретности. По словам самого Эйзенхауэра, каждый должен был быть готов поклясться, что он ничего об этом не слышал. Планирование операции проводилось подобно PB Success, специальным подразделениям внутри директората планов, практически без участия директората разведки. Директорат планов это такое ЦРУ, внутри ЦРУ еще более секретный орган управления того времени и, видимо, для того, чтобы Soviet Spice не узнали, что там ЦРУ запланировало в плане вторжения на Кубу и не рассказали Кастро, все это было максимально засекречено. ЦРУ дало распоряжение организовать подготовку кубинцев, бежавших от режима Кастро и находящихся в эмиграции на территории США и в странах Латинской Америки, а также поставлять им оружие и боеприпасы. Во второй половине марта 1960 года в Майами, ну почему в Майами не надо, наверное, объяснять географию уже все знают. Была создана оперативная группа ЦРУ из числа тех сотрудников, кто в свое время работал на Кубе и хорошо знал страну. Кстати, интересно, что эти сотрудники ЦРУ на Кубе, собственно, делали до этого? Хорошо знали страну? Может быть, туристы какие-то? Радиостанция на острове Большой Сисне начала действовать 17 мая с использованием оборудования, оставшегося на острове после использования его для радиопропаганды в рамках операции PB Success. Ну, правильно, безотходное производство. А что, собственно, за операция PB Success? Это госпереворот в Гватемале, где США свергли законного президента и установили военную диктатуру. Провернули это все наши старые друзья Эйзенхауэр и братья Даллас. За что поменяли власть? Например, за то, что Гватемала отказалась отправлять солдат на Корейскую войну в пользу США. Но наиболее веская причина – это, конечно же, распространение в Гватемале социалистических идей. Итого, к июню 1960 года ЦРУ удалось сформировать вокруг Кубы из раздробленной кубинской оппозиции 184 группы по подсчетам самого ЦРУ Кубинский демократический революционный фронт. Вопрос, дорогим телезрителям, как вы думаете, сейчас как-то по-другому это работает, когда тебе нужно поменять власть в Грузии, Украине, Югославию, развалить в Сирии, натворить делов? Оппозиция, как вы думаете, сама собой координируется или все-таки кто-то берет и ее организует из разрозненных кусочков, где все пересчитаны по головам, рассчитано, кто что делает, кого, какой информацией накачивать, кого как финансировать, как вы думаете, как-то иначе это происходит? Как вы думаете, вот эта вся оппозиция, она сейчас гораздо хуже организована или гораздо лучше? Насколько эффективнее эти методики работают сейчас? А в 90-х, например, как они работали, когда люди ехали на стороне боевиков воевать против российской армии, например, в Чечню? То же сами собой. Первоначально оперативная группа насчитывала 10 человек, но уже через несколько недель ее численность была увеличена до 40 и впоследствии продолжала расти. 1 августа 1960 года Вашингтон представил Межамериканскому комитету мира, классное название для комитета, меморандум «Ответственность кубинского правительства за увеличение международной напряженности в западном полушарии». Просто песня. Вот все, что вы сейчас наблюдаете по поводу ответственности России за различные международные напряжения, а заодно за рецессию в США, за цены на нефть и за плохую погоду в Австралии, все это придумано не вчера. Для размещения и подготовки кубинских наемников были созданы 7 военных лагерей в отдаленных районах на Тихоокеанском подбережье Гватемалы. Власти страны предоставили ЦРУ право пользоваться аэродромом. Также в расти Никарагуа предоставили ЦРУ аэродром и порт. Вот так вот примерно работает моя теория кружочков из соответствующего видео, ссылка на него в описании. Большой кружочек постепенно подминает под себя маленькие, 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 для того, чтобы подминать под себя еще больше маленьких кружочков. А эти маленькие кружочки предоставляют ему все ресурсы. Аэродромы, порты, тренировочные базы для подготовки наемников. Потом можно говорить, ну в США мы никаких наемников не готовили, хотя и в США их готовили в данном случае в том числе. Осенью 1960 года ЦРУ осознало, что партизанская война может не достичь критической массы, необходимой для восстания против Кастро. И характер операции стал меняться. От партизанской войны к высадке морского десанта. Мощная задумка, ничего не скажешь. Вставочки повышаются, повышаются, повышаются. Эзенхауэр тем временем по-прежнему требует, чтобы рука Америки не была видна. Пацаны, только не спалитесь! Решение использовать высадку десанта, как и многие другие, не было записано на бумаге. Как и в других случаях, президент не вовлекался в детали секретных операций, что было необходимо для сохранения им возможностей так называемого правдоподобного отрицания. Эта гая тебя потом спрашивает, ты документы подписывал о высадке, а ты под присягой, рука на Библии, говоришь, я не я, корова не моя, какая-то там операция была, я знаю плохо, я никакого разрешения сам не давал. Все секретные операции продумываются именно таким образом, чтобы люди, принимающие решения на самом деле, потом могли сказать, ну, ребят, так я ни в чем не участвовал, это просто вот там какие-то люди в администрации, и вообще они две недели назад уволены. Но при этом все все понимают, а ты поклялся на Библии, и ты замечательный президент. В это же время предпринимаются значительные усилия для консолидации политических противников Кастро, уже создавших около 60 объединений и групп. Но и Кастро без дела не сидел. Хотя правительство Соединенных Штатов и пыталось сохранить лагеря подготовки диверсантов в тайне, операция вскоре стала секретом по Лишенере. Кубинская разведка в США смогла предупредить Кастро еще в октябре 1960 года о подготовке наемников, почти за месяц до начала непосредственного обучения. Долго ли, коротко ли, морской десант был одобрен Эйзенхауэром. Но после этого в США произошла смена администрации, и президентом стал Кеннеди. К моменту прихода нового президента практические детали не были уточнены, и после катастрофы Эйзенхауэр оправдывался, что при нем всего-навсего происходила подготовка небольшого числа кубинцев. Несмотря на большое количество разговоров, еще не было планов с конкретной численностью, местом высадки или поддержкой. Это цитата. И это характерная черта любой власти. Каждый раз, когда один мурзилка сменяется на другого мурзилку, предыдущий говорит, я не я, корова не моя. Сегодня мы, значит, повышаем ставку, печатаем кучу бабла, решаем свои проблемы, свои своих друзей, а потом следующая власть будет разбираться с инфляцией. Точно так же и с военными операциями. У тебя есть ЦРУ, которая решила, что надо что-то делать. Один президент сменился на другого, и потом оба могут свалить на товарища по опасному бизнесу. Ну, мол, на-на-на. Ты-то молодец, ты только немножечко кубинцев готовил, но еще не было понятно, нападаем, не нападаем. Если поддержка армии США нет, поддержки, ну, мы там что-то готовили, на что-то согласились, ты, в общем-то, не при делах. А вот этот вот следующий президент, вот это вот он плохой, а ты был хороший, правильный, и вообще надо было тебя на 35-й срок переизбрать. На самом деле, Кеннеди был извещен о подготовке операции еще во время предвыборной кампании, что тоже очень интересный момент. Это получается, у вас что, понятно, кто выиграет? Или вы всех кандидатов извещаете, которые уже в финальный тур, так сказать, прошли? Либо вопрос вторжения на Кубу, это вообще не вопрос президента. Президент, может быть, вообще ничего не решает, раз вас просто ставят в известность. Ребята, вот смотрите, вы сейчас придете к власти, ты придешь, не ты придешь, мы уже готовим операцию вторжения. Поэтому, пацаны, не обессудьте, будем делать так, как сказала ЦРУ. После победы Кеннеди на выборах в ноябре 1960 года Даллас проинформировал будущего президента о деталях операции. Кеннеди не высказал возражений, и подготовка продолжилась, что как бы намекает нам о том, у кого в Соединенных Штатах Америки реальная власть. Я вас отсылаю к своему ролику про политику, где я много про это рассказывал. И во время этого небольшого перерыва был написан самый интересный из имеющихся у нас документов, касающийся этой операции. 4 января 1961 года высокопоставленные сотрудники ЦРУ записали свои взгляды и надежды в официальном документе, который рассекречен, и мы его с вами почитаем. Концепция предусматривает захват небольшого поселения на Кубе силами выходцев с острова от численностью около 750 человек. Первой задачей сил вторжения будет захват и оборона небольшой территории, которая при идеальных условиях будет включать аэродром и выход в море для логистической поддержки, то есть для того, чтобы подвозить оружие, людей, боеприпасы и технику. Не будет предприниматься никаких попыток прорыва из расположения для дальнейших наступательных операций, пока не произойдет всеобщее восстание против режима Кастро или открытое военное вмешательство сил Соединенных Штатов. Ожидается, что эти операции ускорят всеобщее восстание по всей Кубе и вызовут восстание значительной частью кубинской армии и ополчения. Предполагается, что это восстание послужит точкой сплочения для тысяч людей, готовых к открытому сопротивлению Кастро, но не решающихся действовать до тех пор, пока они не почувствуют некоторую уверенность в успехе. Всеобщее восстание на Кубе, если оно будет успешно спровоцировано нашими операциями, может привести к свержению режима Кастро в течение нескольких недель. По крайней мере, так они продавали эту историю внутри Соединенных Штатов. Как мы увидим дальше, для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки хоть немного, потребуется гораздо больше сил и средств, и то в результате обосрались. За день до подписания документа 3 января 1961 года Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Кубой. После того, как на острове была установлена однопартийная политическая система с руководящей и направляющей ролью коммунистической партии. В США сказали, ну зачем нам такие отношения, это же какие-то там коммунисты. 20 января 1961 года Кеннеди высказал пожелание, чтобы план морского десанта был дополнительно изучен экспертами Пентагона. Кеннеди понимал, что отвечать-то в результате ему, поэтому не могли бы вы, дорогие ЦРУшники, продумать свой план поконкретней, потому что карьера-то у меня на кону, а может меня вообще застрелят после ваших вот этих вот интервенций. Поэтому от предложения Кеннеди сократить контингент морского десанта до 250 человек и через документ, в котором 750 человек, 26 января по результатам совещания было решено увеличить количество десантников до 1443 людей. Это был несколько измененный план операции, который предусматривал предоставление бульдозеров, инструментов для подготовки полевого аэродрома, а также дополнительного вооружения. В марте 1961 года из кубинских эмигрантов в Майами было сформировано будущее правительства страны Кубинский революционный совет, в состав которого вошли Хосе Миро Кордона, Мануэль А. Верона и Мануэль Рэй. И Гарри Каспаров. Шутка. Наиболее интересен нам Хосе Миро Кордона. Он вместе с Кастро боролся против правительства Фульхен Сио Батисты, а после победы революции стал премьер-министром Кубы. В мае 1960 года Кастро назначил Миро послом в Испании, но уже к июлю Миро отверг политику Кастро и ушел с поста и попросил убежище в посольстве Аргентины. Далее он перебрался в Соединенные Штаты, где прожил в изгнании с 1960 по 1991 год. Как вы догадываетесь, правительство страны, сформированное в Майами в одном из баров, так и не увидело власти над Кубой. Ожидалось, тем не менее, что Миро станет новым временным президентом Кубы. Кто его выбрал? Его выбрали не кубинцы, как вы догадываетесь. 3 апреля 1961 года гостепартамент США опубликовал так называемую «Белую книгу» с целью дискредитировать правительство Кубы и лишить его международной поддержки, а также дать теоретическое обоснование вторжению. Ну, надо же как-то объяснить вообще, что происходит. Давайте зачитаем вместе первые робкие попытки Соединенных Штатов дискредитировать политических оппонентов неугодной страны, как они это делали в начале, так сказать, становления своей внешней политики, потому что как они делают это сейчас, вы прекрасно видите в средствах массовой информации, особенно в западных и в наших дебильно-оппозиционных. Файлик взят с библиотеки президента JFKennedy Library.org Белая книга была первоначально составлена в Бюро по межамериканским делам, но была тщательно отредактирована в Белом доме Артером Шлезингером при содействии Ричарда Гудвина. Президент Кеннеди внимательно изучил окончательный вариант. В Белой книге утверждалось, что премьер Кастро установил на Кубе репрессивную диктатуру, отдал свою страну китайско-советскому блоку и ведет наступление на всю межамериканскую систему. В Белой книге Соединенные Штаты призвали Кубу разорвать свои связи с международными коммунистическими движениями и восстановить достоинство первоначальной кубинской революции. Если этот призыв не будет услышан, мы уверены, что кубинский народ с его страстью к свободе будет продолжать стремиться к свободной Кубе, потому что свобода лучше не свободы наличием свободы, а Кастро какую-то не ту свободу установил, не ту, которая нравится Соединенным Штатам. Неправильную свободу там у американцев бизнесы были, вы куда все эти бизнесы дели, мы все деньги зарабатывали, нам бы неплохо, чтобы там были правильные военные базы и так далее и тому подобное. Что характерно, Шлезингер, историк и политконсультант, всегда был против вторжения на Кубу и конкретно против этого вторжения, но документик тем не менее написал. Когда в феврале 1961 года Шлезингеру впервые сообщили об операции на Кубе, которая в конечном итоге и станет вторжением в залив свиней и величайшим американским провалом, он выступил против этого плана в меморандуме на имя президента. Одним махом вы рассеете всю экстраординарную добрую волю, которая повышалась к новому правительству через мир, имеется в виду новое правительство Кеннеди. Это установило бы злорадное изображение нового правительства в мах миллионов, пишет он, обращаясь к Кеннеди. Типа, зачем вы это делаете? Это не тот метод, не тот способ. У вас только-только новое правительство, хорошее, пусть там «прошлые плохие дела останутся в прошлом», а далее он предлагает более умный ход. Нельзя ли побудить Кастро самому предпринять наступательные действия? Он уже ввел атаки против Панамы и Доминиканской республики. Можно представить себе операцию, скажем, на Гаити, которая со временем могла бы заманить Кастро отправить несколько лодок на Гаитянский пляж, что можно было бы представить как попытку свержения Гаитянского режима. Если бы только Кастро можно было склонить к наступлению, то моральный вопрос был бы снят и антиамериканская кампания была бы сорвана с самого начала. Вот он, настоящий патриот американских интересов. 4 апреля 1961 года был утвержден окончательный вариант плана операции Operation Zapata. В чем, собственно, состоял план операции? Читаем, опять же, сайт ЦРУ. Для простоты план вторжения в залив свиней можно разбить на три фазы. Первая фаза уничтожить как можно больше боевых самолетов Кастро, чтобы, когда бригада вторгнется на пляж, у ВВС Кастро не было возможности для ответного удара. Для этого пироты бригады 2506, это общее название бригады, сформированной американцами для вторжения, планировали разбомбить три базы ВВС Кастро. Прикрытие для этих бомбардировок было очень простым. Пироты бригады должны были выдать себя за пилотов революционных воздушных сил ВВС Кастро FAR. Они якобы становились недовольными, брали свои самолеты, расстреливая собственные базы ВВС, а затем летели в США, чтобы дезертировать. Этот первый авиаудар должен был состояться за два дня до вторжения. Для того, чтобы скрыть, по крайней мере, явным образом участие Соединенных Штатов в этом вторжении, Штаты придумали очень классную схемку. Они взяли точно такие же самолеты, как у Кастро, потому что он их закупал в свое время в Великобритании, покрасили их в те же самые цвета и обучали кубинских пилотов пилотировать данные самолеты. Для того, чтобы потом можно было сказать, ну, это просто часть ВВС Кастро, они, короче, улетели, они, короче, теперь за нас, они теперь правильные пацаны, и они теперь сами же Кастро и бомбят. Это, мол, не мы, это не американский ВВС. Соответственно, вторая фаза. Все боевые самолеты флота Кастро, которые не были уничтожены во время первой, нужно было уничтожить бомбами в утренние часы непосредственно перед вторжением. предлагающимся на пляж отсутствие необходимости бороться с самолетами Кастро, сбрасывающими бомбы и ведущими беспощадный огонь по ним сверху во время фактического вторжения. Напоминаю, это все не я придумал, это на сайте ЦРУ написано. Третья фаза непосредственно вторжения. Бригада вторгнется на Кубу по морю и по воздуху. Планировалось, что некоторые члены бригады вторгнутся на Кубу на пляжах Тринидада, а другие высадятся дальше на парашютах вглубь страны. Пилоты бригады будут осуществлять воздушное прикрытие над пляжем, а старый колониальный город Тринидад был выбран в качестве места отторжения потому, что он обладал многими важными характеристиками. Это антикастровский город с существующими контролюционными группами на связи у ЦРУ. У него хорошие портовые сооружения. Этот плацдарм было бы легко оборонять, а если бригаде понадобится бежать, то есть горы Эскамбрай, которые позволят укрыться от посторонних глаз. Как мы видим из изначального плана, американцы планировали высадку кубинских контрреволюционеров в Тринидаде. Откуда же появилась бухта свиней? Да, кстати, чтобы не было недопонимания, бухта Качинос бухта свиней это одно и то же, потому что Качинос по-испански свинья. Почему же в итоге высадились в бухте свиней? Вот как об этом пишет само ЦРУ. По мере того, как количество дней до вторжения сокращалось, беспокойство Кеннеди по поводу того, что операция не останется скрытой, росло день ото дня. Он был непреклонен в том, что правительство США должно оставаться скрытым любой ценой. Как мы понимаем, нихера не вышла. Кеннеди думал, что изменение места вторжения с Тринидада сделает будущее отрицание участия США более правдоподобным, поэтому он дал ЦРУ 4 дня, чтобы придумать новое место. Таким образом, за месяц до начала операции место высадки изменилось с Тринидада на залив свиней. Это и привело к будущему катастрофическому провалу операции, в том числе и потому, что залив свиней был одним из любимых мест рыбалки Кастро. Он часто там отдыхал, вкладывал деньги в хозяйство кубинских крестьян, которые окружали залив, завоевывал их лояльность и восхищение и довольно неплохо знал эту местность. По словам командира проамериканской кубинской бригады 2506, перед началом операции представитель ЦРУ полковник Фрэнк Бендер пообещал ему поддержку со стороны вооруженных сил США. Цитирую, в случае необходимости на помощь вашей бригаде придет морская пехота. Тут американцы в своем фирменном стиле кинули демократических повстанцев, потому что никто им в результате на помощь не пришел. И вот 8 апреля 1961 года в эфире прозвучало радиообращение к кубинскому народу и правительствам стран Латинской Америки с призывом начать вооруженную борьбу против Кастро. Хоружие кубинцы, мы должны победить или мы умрем, задохнувшись от рабства. Именем Бога из Майами мы заверяем всех вас, что после победы у нас будет мир, человеческая солидарность, общее благополучие и абсолютное уважение достоинства всех кубинцев без исключения. 9 апреля этот призыв вышел где бы вы думаете на первой странице Нью-Йорк Таймс в рамках статьи противники Кастро призывают кубинцев к оружию, грядет восстание. Там был и такой фрагмент. Доктор Миро Кордона решительно опроверг сообщение о том, что его группа поддерживается Центральным разведывательным управлением США. Он сказал, что она была создана исключительно кубинцами и не только теми, кто находился в изгнании, но и бойцами на Кубе. Он подчеркнул, что организация была создана без вмешательства какой-либо организации за пределами Кубы. Но вопрос о том, общался ли он когда-либо с ЦРУ, он сказал, определенно нет. У меня никогда не было никаких связей с этой или любой другой внешней организацией. Потому что мы читали с вами в документе того же года о том, как ЦРУ собственно эти все организации и создавала. Хвала американской демократии, что им приходится грызть друг дружку каждые 10 лет и они вываливают это все на публику. Они сначала используют вот эти вот все вскрывшиеся противоречия для того, чтобы друг с другом собачиться, а через какие-то 50-60 лет и мы тоже с вами можем почитать, что там происходило. Переходим непосредственно к боевым действиям. Тут у нас будет три раздела. Для того, чтобы понять причины провала операции надо понять по кускам в каких конкретно местах американцы как именно обосрались. Начнем с диверсии и саботажа. Перед началом операции на Кубе активизировалась пятая колонна. Пятая колонна из противников кубинской революции. Они потом получили среди революционеров презрительное прозвище Гусанос от испанского червяки. Оппозицию к режиму Кастро так называют вплоть до нашего времени. Этих Гусанос находили и щемили кубинские власти. 18 марта 1961 года на совещании в пригороде Гаваны органами государственной безопасности Кубы были арестованы 20 лидеров Гусанос. В результате лидеры кубинской оппозиции внутри острова были дезорганизованы. Помимо этого 20 марта была обнаружена и уничтожена диверсионная группа из 8 Гусанос высаженная с катера на побережье в районе Пинар-дель-Рио. Наиболее крупной акцией то есть по сути всего чего смогли добиться американцы. Это был поджог 13 апреля в Гаване крупнейшего на острове универсального магазина Эн Канто. В результате пожара погиб один человек и несколько получили ранения. Это очень интересная история потому что это был огромный магазин конца 19 века в нем работало почти тысяча человек и в огне сгорела Федель Валье активистка кубинской революции. Она была одним из основателей национального революционного ополчения. После революции она занималась разными женскими делами в том числе и очень полезными 1961 года помогала строить детский сад на крыше универсама и вот так они достроили. Детский сад должен был обслуживать детей сотрудников магазина большинство из которых были женщинами. Ну потому что пока они работают мужья работают а детям собственно где нужно находиться. И вот 13 апреля один из сотрудников магазина Карлос Гонсалес Видаль положил два зажигательных устройства в отдел пошива одежды. После того как пожар был обнаружен Федель Валье попыталась погасить пламя это та самая активистка и когда это не удалось она попыталась спасти деньги пожертвована на детский сад но женщина не смогла погасить пламя и в результате погибла. Ее смерть вызвала огромное народное возмущение у нее осталось двое сыновей а Карлос Гонсалес Видаль был позже предан суду приговорен к смерти и казнен через расстрел. Вот она борьба за демократию. Что первым делом надо делать поджечь универмаг потому что никакие серьезные объекты ты поджечь не можешь а вот универмаг с тряпьем и с какими-то гражданскими женщинами это милое дело. Поджигаем устраиваем контрреволюцию. США то есть интересно как они собираются получить народную поддержку кубинцев и при этом сжигают им магазин там гибнет женщина в магазине тоже работают и не женщины и чего они хотят добиться такими поджогами на что они рассчитывают совершенно не ясно. На следующий день 14 апреля американский самолет разведчик Юту совершил фотосъемку кубинских аэродромов в результате которой было установлено местонахождение 15 из 24 самолетов кубинской авиации. Утром 15 апреля 1961 года 8 бомбардировщиков Б-26 с опознавательными знаками кубинских ВВС нанесли удары по трем аэродромам цели уничтожить кубинскую авиацию. Напоминаю это те самые самолеты которые производились американцами и их союзниками и это те самые самолеты которые американцы перекрасили под кубинский ВВС чтобы сделать вид что кубинцы бомбят сами себя. Однако кубинское военное командование успело рассредоточить и замаскировать свои самолеты реальные а на аэродромах остались в основном неисправные машины и макеты. В результате из 24 реальных самолетов ВВС Кубы 15 штук Б-26 6 штук Си Фьюри и 3 штук Т-33 были уничтожены лишь 2 по официальным данным правительства Кубы или 3 по данным некоторых советских и американских источников. Однако основываясь на сообщениях пилотов организаторы вторжения сделали вывод что ВВС Кубы уничтожены практически полностью. Существование ВВС Кубы полностью провалилось. Из атаковавших Б-26-2 в результате зенитного огня кубинцев получили повреждения один из них упал в море в 50 километров к северу от Кубы экипаж в составе двух человек погиб. Второй поврежденный самолет совершил посадку на авиабазе Ки-Уэст но в дальнейшем в операции участия не принимал. Третий Б-26 совершил посадку в международном аэропорту Майами. Это был особый пиарный самолет. Пилот этого самолета сделал заявление что он и его соратники являются дезертирами из ВВС Кубы после чего обратился к властям США с просьбой о предоставлении политического убежища. Вот как это описывает ЦРУ. Примерно через 90 минут после начала атаки якобы дезертировавший пилот ЧН-бригады 2506 взлетел на своем самолете американского производства замаскированным под самолет ФАР. То есть ВВС Кубы. Этот самолет отключался от двух других в том смысле что ему было уделено особое внимание. Он должен был приземлиться в Майами и заявить всему американскому народу о том что ВВС Кубы решила порвать с преступным режимом Кастро разбомбить самолеты расстрелять там побольше всего и попросить политического убежища в Штатах. Поэтому на маркировку нанесли грязь чтобы придать ей изношенный вид в кабине находился фальшивый бортовой журнал а также различные другие предметы обычно встречающиеся в кубинских военных самолетах. Наконец поскольку перебежчик расстреливающий собственную базу скорее всего встретит сопротивление его самолете было сделано множество пылевых отверстий ЦРУ подготовились. Местом назначения перебежчика был выбран международный аэропорт Майами чтобы сделать из этого громкий пиар-повод. Летчик передал по радио сигнал бедствия Мэйдэй с побережья Флориды и сообщил властям США что он дезертирует из ВВС Кубы что у него проблемы с двигателем и попросил разрешение на посадку. После приземления он был взят под стражу. Рассказав свою легенду летчик объяснил что дезертировал с Кубы но перед этим совершил нападение на свою собственную авиабазу и что двое его коллег также дезертировали и напали на другие кубинские авиабазы. Вот такое вот у них шикарное планирование. Как они ловко дезертировали чтобы напасть на все кубинские авиабазы одновременно. Это надо уметь. Однако попытка дезинформации не увенчалась успехом так как даже приглашенные журналисты заметили отличие приземлившегося варианта Б-26 от тех которые стояли на вооружении ВВС Кубы и обратили внимание на то что вопреки рассказу пилотов пулеметы бомбардировщика не применялись стволы были чистыми то есть даже журналистов обдурить не удалось тогда еще ЦРУ только начинала свои вот эти вот замечательные штуки-дрюки с дурением общественного мнения сейчас все это находится на гораздо более высоком и квалифицированном уровне но тогда они только пробовали себя и поэтому получалось не всегда хорошо. Тут нам интересен еще вот какой момент а что же мировое сообщество вот же они уже журналисты ладно там где-то операцию готовят какая-то высадка там война ничего же не понятно тут прям американские журналисты поняли что американские же спецслужбы их дурят вернее каким-то образом пилот не тот за кого себя выдает разразился скандал я обращаю ваше внимание на хронологию уже диверсии начались уже самолеты отбомбились но до вторжения которое произойдет ночью еще целый день и вот этот день 15 апреля мы с вами хотели бы разобрать поподробнее что происходит в это время следуя приказам Кастро Рауль Ра министр иностранных дел Кубы созвал экстренное заседание комитета ООН по политике безопасности в Нью-Йорке днем 15 апреля на заседании присутствовал и посол США Эдлай Стивенсон нам интересно что что послу Стивенсону высокопоставленный сотрудник ЦРУ Трейси Барнс сказал цитирую на Кубе должна быть проведена тайная операция это было строго кубинское дело в ней будет некоторое сотрудничество с США но только с обучением и финансированием по словам историка Питера Уайдена Барнс не сказал Стивенсону что грядет крупномасштабное вторжение на Кубы с использованием всего чего только можно кроме американской армии он предпочел от него скрыть степень американской поддержки и также конечно же не рассказал ему о том что авиадары по уничтожению ВВС Кастро производятся с американских авиабаз в результате на заседании ООН Стивенсон держал в руках фотографии самолетов непреклонно и без остановки заявляя что США не имеют никакого отношения к авиаударам он прямо настаивал на том что все атаки были совершены перебежчиками из ВВС самого Кастро однако сами же фотографии разрушили эту легенду при ближайшем рассмотрении можно было различить металлический нос самолета на котором летел перебежчик а носы самолета ФАР то есть ВВС Кастро были пластиковыми и все об этом знали посол Стивенсон который не знал о тайной операции был просто в ярости когда правда была раскрыта и он понял что ЦРУ и родное правительство используют его в темную что собственно обычное дело в таких случаях в результате вот этой всей кутерьмы 15 апреля в ООН и назревающего скандала вторая фаза в которой нужно было еще раз полететь и разбомбить еще раз кубинские ВВС с использованием вот этих вот хитроумных приемчиков она была заблокирована Кеннеди потому что ну невозможно уже утаить шило в мешке хочется отдельно обратить внимание на то насколько циничный и тупой план ну насколько он циничный и тупой как они думают что прокатит я из честно вообще в восторге как они думали что этот план прокатит кто эту операцию готовил и насколько вот они могут просто пихнуть любую чушь журналистам собственным гражданам вот как вот это вообще возможно представить себе трудно видно что тогда американцы чуть хуже умели в очкостирательство и своих собственных граждан убедить вот этим вот кубинским самолетом с разбросанными какими-то вещами типичными кубинскими и с кубинским пилотом у них не получилось теперь они действуют гораздо более квалифицированно и кто знает какую чушь американским гражданам впаривает их собственное правительство сегодня а можно мы сделаем типа я кубинский пилот лечу в кубинском самолете и там короче у меня сигары ромы всяк и последний кусок диверсионной части американского плана в ночь с 15 на 16 апреля отряд особого назначения из 168 эмигрантов под командованием Эхиньо Диаса доставленный к побережью Кубы на американском судне Плея под костариканским флагом должен был высадиться в провинции Ориенты и отвлечь на себя внимание частей береговой охраны однако поскольку берег патрулировался высадить десант не удалось и группа вернулась назад тем не менее после получения информации о появлении кораблей и возможной высадке десанта правительство Кубы направило в этот район 12 пехотных батальонов тем временем в составе флота так называемых кубинских экспедиционных сил которых американцы готовили к вторжению насчитывалось два десантных на десантных кораблях были установлены радары и зенитные пулеметы на транспортных судах зенитные орудия именно на этом они к побережью Кубы и подходили сопровождали все это хозяйство соединения ВМС США под общим командованием адмирала Берка туда входили два эсминца а также авианосцы Эссекс и боксер на борту последнего в боевой готовности находился тот самый батальон морской пехоты США кроме того в этот район был направлен авианосец Шангрила с несколькими кораблями эскорта то есть американцы сопровождали замечательный свой свежесобранный экспедиционный корпус кубинских контрреволюционеров прям своим настоящим флотом до определенной точки по-моему Зулу Пойнт она называлась и вот около полуночи 17 апреля наконец начинается непосредственно десантирование бригады 2506 в район бухты Качинос хрю-хрю в соответствии с планом операции высадка морского именно производилась на трех участках в Плай-Аларго условное наименование Красный пляж здесь планировалось высадить 2-й и 5-й пехотные батальоны в Плай-Ахирон Голубой пляж здесь высаживались основные силы 6-й пехотный полк 4-й танковый батальон и артиллерийский дивизион и в 25 километров к востоку от Плай-Ахирон Зеленый пляж здесь высаживался 3-й пехотный батальон местные силы кубинской самообороны пытавшиеся препятствовать десантной операции сначала патруль 339-го батальона из 5-ти человек а затем и местный отряд народной милиции численностью уже 100 человек понесли большие потери и были вынуждены отступить однако уже в 3-15 о десанте узнало высшее кубинское руководство которое сумело быстро сориентироваться в ситуации на территории страны было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация Фидель Кастро обратился с радиообращением к гражданам страны с призывом дать отпор силам вторжения в район высадки были направлены отряды народной милиции из ближайших районов а также армейский пехотный батальон из 900 человек личного состава но положение осложналось тем что ближайшие части кубинской армии а именно пехотный полк танковый батальон и арт-дивизион находились в городе Санта-Клара в 120 километров от места высадки с наступлением рассвета когда уже можно было что-то разглядеть самолеты ВВС Кубы два Т-33 два Б-26 и три Си-Фьюри нанесли несколько ударов по месту высадки были потоплены два транспортных судна Хьюстон на котором находился в полном составе пехотный батальон и Рио Искандидо перевозивший большую часть боеприпасов и тяжелого вооружения бригады атакующих а также две десантные баржи в результате взрыва на Рио Искандида бригада потеряла 145 тонн боеприпасов и 3000 галлонов топлива это просто для начала атакующие заметно оживились примерно в этот момент участники нападения поняли что что-то пошло не так кстати интересно что во время авианалета находившийся на Хьюстоне сотрудник ЦРУ США Линч принимал непосредственное участие в боевых действиях против Кубы и вел по кубинским самолетам огонь из 12,7 мм зенитного пулемета так и вижу как сотрудник ЦРУ с криками вы что дебилы стрелять не умеете сделайте хоть что-нибудь мы зачем вас готовили сам садится за пулемет и начинает стрелять по кубинским самолетам ответственный человек жаль конечно этого добряка к 11 часам два оставшихся транспорта бригады 2506 которые не уничтожили ВВС Кубы отошли обратно в открытое море помимо этого около 7.30 утра 6 военно-транспортных самолетов 5 С-46 и 1 С-54 произвели в соответствии с планом Сокол выброску одного воздушно-десантного батальона бригады 25.06 177 человек в район Сан-Блаз это была часть изначального плана о том что часть десанта надо будет закинуть куда-то туда подальше и его собственно закинули конечно их так просто швырнули это не просто отчаянные ребята вы представляете как их швырнули всех очень качественно сейчас вы поедете куда? на Кубу свергать Кастро я вам отвечаю там контрреволюционные настроения там уже все ячейки там уже С-4 там уже вот сейчас по радио объявим свергнем Кастро уже до обеда будем кофе пить есть вот эти вот что они там едят что-то вкусненькое будем есть сигары будем курить все будет по кайфу садитесь в самолет так же и было у меня есть секретные документы это прямая цитата так все и было в результате уже к середине дня 17 апреля наступление антикубинских десантников было остановлено превосходящими силами правительства Кастро которое использовало против них танки гаубочную артиллерию и авиацию в этот день тремя выстрелами из противотанковых гранатометов был уничтожен один танк Т-34-85 это был единственный уничтоженный танк кубинской армии за все время боевых действий уже к вечеру 17 апреля по десанту было выпущено более 2122-мм снарядов однако артобстрел длинного и узкого фронта оказался малоэффективным поскольку десантники уже успели окопаться не зря получается учили в США хотя бы окопаться сумели на следующий день в течение 18 апреля 11-й батальон кубинской армии выбил парашютистов из Сапельяра и начал продвижение на Кайо Рамона 12-й кубинский батальон при поддержке танков и артиллерии выбил противника из Плая Ларга а наступавший из района Кавадонги и Ягурмаса кубинские армейские части и подразделения народной милиции подошли к Сан-Бласу к исходу дня силы вторжения были блокированы в треугольнике Плая Херон Кио Рамона Сан-Блас и их дальнейшее подвижение было остановлено с целью воодушевить эмигрантов несколько американских палубных штурмовиков А4Д-2Н с авианосца Эссекс с закрашенными опознавательными знаками осуществили полет над районом боевых действий бухты Качинос так и вижу летят американские штурмовики с приветственным полетом говорят привет ребята мы про вас не забыли мы делать ничего не будем но передаем вам большой привет желаем вам отличного дня и хорошего настроения дорогие участники мясорубки в следующую ночь с 18 на 19 апреля на подготовленную грунтовую посадочную полосу которую оборудовали десантирующиеся граждане в Плая Херон сел Си-46 который доставил оружие и боеприпасы в первый раз а также забрал несколько раненых предполагаю что это были раненые сотрудники ЦРУ которые контролировали операцию потому что кубинцев как мы уже поняли американцам не сильно жалко американскому руководству было явно видно что операция зашла в тупик и ничего хорошего не происходит поэтому 19 апреля организаторы вторжения приняли решение о бомбардировке позиций кубинских войск пятью самолетами Б-26 летчики Гусанос уже отказывались лететь на выполнение самоубийственной по их мнению задачи все-таки у Кубы были зенитные орудия и наверное перехватчики какие-то имелись поэтому в 4 самолета сели американские пилоты операции дали название Mad Dog Flight какое все классное бомбардировщиков должны были сопровождать реактивные истребители США с авианосца Эссекс но самолеты разминулись и два Б-26 с экипажами из граждан США пилотами национальной гвардии штата Алабама все-таки были сбиты кубинскими ВВС то же время что интересно никарагуанский диктатор Самоса которого США же и привели к власти предложил использовать для поддержки с воздуха 6 истребителей Р-51 Мустанг ВВС Никарагуа на которых уже начали закрашивать опознавательные знаки однако это решение было откровено американцами это тоже характерно как диктаторский совершенно людоедский режим чуть что пытается всеми силами помочь и услужить своему американскому господину типа вот у нас же самолеты есть давайте мы их тоже пошлем но уже палево было слишком велико поэтому ему сказали не сиди и не дергайся в этот же день кубинские танки Т-34-85 они же советские танки уничтожили два танка бригады 2506 американцы пытались что-то там дергаться как-то и во второй половине дня два американских эсминца USS Eaton кодовое название Santiago и USS Murray кодовое обозначение Tampico приблизились к побережью бухты Качино с целью эвакуировать личный состав сил вторжения однако после нескольких выстрелов в их сторону из танковых орудий корабли ушли обратно в открытое море эвакуировать никого не удалось стало понятно что операция провалилась пытались забрать людей но выстрелы из танков это выстрелы из танков поэтому решили ну не будем их забирать зачем они вообще нужны короче не вышло не знаю как там они рассуждали в моменте на самом деле 19 апреля 1961 года в 17.30 боевые действия были окончены бригада 2506 прекратила сопротивление и сдалась в плен в полном составе хотя прочесывание местности и задержание отдельных скрывавшихся наемников продолжалось в течение пяти следующих дней битва была закончена в целом боеспособность подготовленных гусанос и это одна из причин провала операции оставляла желать лучшего потому что они воевали за деньги и за соединенные штаты а кубинская армия воевала за себя и за свободу это тоже не стоит забывать следующие три дня с 19 по 22 апреля американские самолеты совершали несколько разведательных вылетов в район бухты с целью уточнить оперативную обстановку и возможно обнаружить на побережье прибрежных лифов или где-нибудь в море уцелевших членов бригады 2506 где вы там наши славные воины гусана живы ли вы можно ли кого-то из вас еще спасти трупы может подсобрать по результатам сражения потери кубинской американской бригады под названием 2506 составили 114 человек убитыми и 1202 человека пленными из них 9 человек скончались во время транспортировки другими словами почти все из нападавших сдались в плен сейчас американцы гораздо лучше работают со своими карманными армиями и помимо денег и каких-то будущих выгод накачивают их плотно идеологией неважно это идеология украинского национализма или это идеология исламского фундаментализма сейчас это люди идейные потому что американцам не очень нравится когда их цепные маленькие военные соединения сдаются в плен ни с того ни с сего они должны биться до конца и неважно за что и для этого их надо правильно накачать и обработать трофеями кубинской армии стали 5 танков м41 уокер бульдог 10 бронеавтомобили м8 орудия и различное стрелковое вооружение ввс пво кубы сбили 12 самолетов б-26 инвейдер си 46 и разных других типов осуществляющих прикрытие десанта в том числе несколько с экипажами из граждан сша потому что не было столько кубинских пилотов из них 7 б-26 и 1 си 46 было сбито кубинскими истребителями не понесшими потерь правительство кубы оценил ущерб причиненный стране вторжением в сумму 53 миллиона долларов я напоминаю что это 61 год поэтому сейчас умножайте цифру даже хрен знает на сколько в апреле 62 года состоялся судебный процесс над пленными гусанас и в декабре того же года они были переданы сша в обмен на партию медикаментов и продовольствия на сумму в эти самые 53 миллиона долларов которые были предоставлены от имени благотворительного фонда тракторс фор фридом комити во первых с пленными видимо уже сделали все что нужно было сделать взять с них было нечего во вторых прошу вас обратить внимание на то как это все в реальной жизни работает американцы компенсировали 53 миллиона долларов кубе забрав всех пленных которых можно было забрать почему потому что пленных надо забрать у тебя же с ними какие-то договоренности ты же еще сможешь с ними что-то хорошее делать с кастом надо продолжать воевать а деньги ты в любом случае еще напечатаешь это деньги налогоплательщиков инфляция-то ложится на них поэтому почему бы их не выкупить но поскольку я не я корова не моя американцы ни к чему не причастны ты из казны не можешь эти деньги оплатить но у тебя есть замечательный карманный фонд то есть все это уже тогда работала отличная система была налажена который из гуманитарных побуждений всегда может выкупить тех на кого укажет ЦРУ например вот замечательные 1200 сколько-то там пленных потому что они зачем-то понадобились правительству Соединенных Штатов поэтому вот у тебя есть фонд который за них заплатит деньги так это примерно работает сейчас эти фонды сами знаете что делают кого финансируют и как это все происходит про это есть ролик типа агенты влияния и всякие другие у меня на канале провал операции вызвал значительный резонанс не только в самих США но и в международных масштабах потому что обосрались так обосрались в Каире Джакарте Рио-де-Жанейро и Лиме демонстранты предприняли попытки штурмовать дипломатические миссии США на заседании ООН представители 40 стран осудили агрессию США против Кубы потому что это не лезло уже ни в какие ворота правительство СССР осудило вооруженное вторжение и направило США ноту протеста с призывом принять меры к прекращению агрессии против Кубы ну на ноту протеста всем насрать и какие-то реальные действия со стороны самих штатов по поводу своего поведения начались только в 1986 году когда представители научного сообщества США известные американские историки такие как Говард Зин Вильям Эпплман Вильямс Габриэль Колкол Ллойд Гарднер Дэвид Горовиц признали что операция США в 1961 году являлась прямым вмешательством во внутренние дела Кубы являлась актом агрессии США и прямым нарушением статьи 18 Устава Организации Американских Государств под которым США самолично поставили свою подпись там написано что запрещено кому бы то ни было вмешиваться во внутренние дела любой другой страны текст экспертного заключения был полностью опубликован в журнале The Nation то есть о чем мы говорим США сами в 1948 году подписывают документ о том что нельзя вмешиваться во внутренние дела любой другой страны никому собственно они инициаторы обычно подобных документов потом оказывается что кому-то можно кому-то нельзя все животные равны а некоторые ровнее а если вот очень нужно правильным пацанам то тогда пожалуйста почему бы и не вмешаться и даже когда в 1986 году примерно к этому времени официально признали весь этот абасрамс ничего Соединенным Штатам за это не было я просто провожу вам очевидные параллели ни эмбарго ни санкции ни каких-нибудь выплат вот ни о чем таком не известно да у тебя есть люди из научного сообщества историки которые говорят да мы здесь где-то вот совершили ошибочку да у тебя есть политические оппоненты которые других политических оппонентов мочат с использованием этой информации в том числе и мочили задолго до когда разбирали полеты после всех происходящих событий но тем не менее мировое сообщество такое ну а что они там делают это же коммунисты какие-то это же как бы вообще не люди как бы нихуя поэтому можно их вот так вот почему бы собственно и нет мы тут все хорошие и правильные а тут вот ну надо было напасть ну попытались напали мало ли что всяким может случиться ну ладно мировое сообщество долго думало никак не реагировало там где-то только к концу века вот пошли эти бурления что вы думаете непосредственно американское руководство прямиком после операции как они отреагировали что они решили прекратили может быть все свои попытки ну раз уж так уж обосрались не будем может быть Кубу захватывать конечно же нет вернемся в наши 60-е годы непосредственно рассекреченные документы правительства США свидетельствуют что после провала операции в бухте Качинос США продолжали рассматривать и подготавливать прямое военное вторжение на Кубу согласно данным доклада Объединенного комитета начальников штабов США операция Нордвудс 13 марта 1962 года в качестве причины для прямой военной интервенции на Кубу предполагалось использовать ряд провокаций в частности первое диверсии внутри и вокруг американской военной базы в Гуантанамо в качестве примеров рассматривались поджог самолета затопление корабля при этом было необходимо опубликовать СМИ список несуществующих погибших очень интересно сколько сейчас таких погибших по миру зарегистрировано от несуществующих действий несуществующих кровавых тиранов вторая опция затопление судна с кубинскими беженцами третий вариант организовать террористические акты в Майами и других городах Флориды и также в Вашингтоне направленные на кубинских беженцев произвести арест кубинских агентов и опубликовать липовые документы ребят это не я сочиняю это давным-давно рассекреченные документы то есть американцы педслужбы на полном серьезе планировали теракты у себя в городах для того чтобы обвинить в этом режим Фиделя Кастро и обосновать военное вторжение на него в том числе это могли бы быть теракты с жертвами в том числе и в Вашингтоне четвертый вариант совершить авианалет на территорию сопредельных с кубой государств а там ну кого-то убьет ну вот ладно это вообще в другой стране какая разница кого там в результате убьют ну авианалеты то вряд ли без жертв могут быть пятый вариант сымитировать атаки на пассажирские самолеты и сбить беспилотный американский самолет или взорвать радиоуправляемый корабль для имитации атак использовать перекрашенный под кубинский миг истребитель F-86 Cyber также планировалось опубликовать в газетах список погибших в сбитом самолете или взорванном корабле шестой вариант сымитировать сбитие военного самолета США кубинским мигом в каждом из инцидентов планировалось обвинить кубинское правительство еще даже года не прошло как они обосрались с бухтой свиней уже вот такие вот шикарные планы просто масштаб мысли поразительный поразительный масштаб а теперь давайте подумаем какова вероятность того что методы спецслужб Соединенных Штатов Америки и их внешняя политика изменилась на полностью невинную после вот этой вот неудачи в бухте свиней какова вероятность того что они перестали всем этим заниматься а какова вероятность того что их методы не только не изменились но и работа стала более глубокой более засекреченной более качественной и применяется сейчас по всему миру через 50 лет возможно уже не на нашем веку мы узнаем или может быть наши потомки узнают как и кого каких гусанос готовили Соединенные Штаты для украинского Майдана кого где тренировали как и кого финансировали кого и где готовили и какие специальные методы для этого применялись узнаем также кто кому поставлял оружие какие разведданные кому предоставлялись какая медийная поддержка какой фейковый фарс был организован для того чтобы сменить в том числе и на Украине власть на ту которая соответствует интересам Соединенных Штатов Америки кого убили кого выкрали кому сколько миллионов долларов заплатили возможно мы никогда и не узнаем но можем по крайней мере об этом подумать так сказать на горячих примерах из прошлого только в тот раз в заливе свиней у них не получилось а вот на Украине получилось и много еще где получилось и будет получаться далее по всему миру потому что вот так вот этот мир устроен результаты как говорится приходят с практикой берегите ваши бухты с вами был Алексей Антонов пока ты столько смотрел ерунды на ютубе ты хочешь кусать но потрескались зубы сколько контента и весь говно все сделал и самое решено клепаем заставочку делаем справочку вашим мозгам этот факт за травочкой в топосу мятиться лучше расслабиться лайки, подписки ну что братик нравится все и и и и Продолжение следует...